Здравствуйте! Это «Экономика». На излёте зимы обычно принято уже строить планы на лето, но в этом году многим думать приходится не о будущем отпуске, а о будущем своей профессиональной карьеры. Да, всплеска безработицы пока не наблюдается, но повсеместное падение спроса практически на всё, разумеется, ударит по торговле, сервису, банкам, строительству и многим другим отраслям. Естественной реакцией на это станет сокращение персонала, а то и закрытие всей фирмы. Если под вами уже зашаталось кресло, то самое время задаться вопросом, насколько вы нужны на рынке труда, как повысить вашу ценность как специалиста в глазах работодателя и самое главное, что делать, если вас уволили и подходящих вакансий нет. Один из способов пойти учиться с целью повысить свою квалификацию или же обрести новую специальность. В условиях кризиса идти получать второе высшее для многих слишком большая роскошь. То ли дело учебные курсы, которые можно пройти за несколько месяцев. Какие варианты есть в Москве, расскажет Татьяна Сальникова. Переквалификация как стиль жизни. Артур Бедалов успешно закончил более десятка различных учебных курсов, а в планах ещё 40. Сейчас он занимается технической поддержкой банковских систем, а хочет стать ещё и специалистом по сетевым платформам. Я работаю в крупном российском банке и кризис нашего управления не коснулся, но открылись дополнительные вакантные места и, собственно говоря, хочу занять место в соседнем отделе. Можно рассматривать и другие компании, но мало кому нужен специалист без большого практического опыта. В моей компании мне позволят с теоретической базы набраться какого-то практического опыта. За свою переквалификацию Артур платит сам, а это от 20 тысяч рублей за один курс. Впрочем, получить новую специальность можно и бесплатно по направлению от работодателя, ведь многие из них предпочитают регулярно переучивать своих сотрудников. Если мы говорим о крупном бизнесе, то работодатели тратят действительно очень много денег на обучение, на доводку сотрудников до нужного необходимого качества, на переквалификацию в том числе. Вообще, по статистике, сегодня бюджеты у крупных компаний на обучение тратятся от 1 до 5 процентов от фонда общего заработной плата. Это довольно большие деньги. Однако в кризис этот бюджет корректируется. С начала года многие компании уменьшили расходы на обучение более чем наполовину, а другие и вовсе сократили их до нуля. Около 60 процентов слушателей курсов — это те, кто пришел обучаться самостоятельно за свои деньги. Основной спрос приходится на курсы кадрового дела, программирования и управления проектами. На программу переквалификации также идут и руководители, но уже по другим причинам. Очень часто бывают ситуации такие, что руководители повышают свою квалификацию на исполнительском уровне для того, чтобы иметь возможность по новым технологиям на одном языке общаться со своими подчиненными. Они не меняют специальность, они остаются руководителями, но они хотят быть в курсе новых технологий, не отставать от своих сотрудников, не выглядеть динозаврами. Если вы уже потеряли работу, то можно обратиться в службу занятости и через них бесплатно поступить на городские курсы переквалификации. В отличие от частных учебных центров, здесь основной акцент на рабочие специальности. К примеру, это группа лифтеров. Все они в прошлом люди разных профессий, зато через полтора месяца о лифтах они будут знать все — от починки до запуска. Татьяна Луночкина проработала станочницей на производстве сеток для матрасов 17 лет. В этом году предприятие перевели в Подмосковье, и дорога до работы стала требовать больше времени и денег. Пришлось уволиться по собственному желанию. В данный момент я нахожусь в статусе безработного. Вот с биржи мне предложили, так, по моей специальности ничего там такого нет, по бывшей. Я теперь согласилась, хочу получить эту профессию. Количество посещающих курсы увеличивается, отмечают сотрудники учебного центра. С начала этого года от службы занятости к ним было направлено более сотни человек. Для сравнения, в одной группе таких слушателей в феврале 2014 числилось пять человек. На данный момент уже 15. Лучшая страховка от безработицы — учиться и еще раз учиться, отмечают эксперты. А встать на учет на бирже труда после сокращения и пройти переквалификацию лишним не будет. Тем более, что служба занятости может оплачивать не только сами курсы, но иногда и стоимость проезда до места обучения. Татьяна Сальникова, Михаил Балухин, Москва, 24.